Здравствуйте! В эфире информационная программа АЛЛАТО. С вами Эмиль Бек Молдакунов, на створдопереводе Айзада Абдулдаева. Отремонтирован участок дороги Ошбаткен-Разаков. Торжественное открытие участка трассы состоялось с участием зампредседателя Каблина, главы ГКМБ Камчебека Ташиева. В 2023 году Кыргызстан продемонстрировал лучшие результаты по времени прохождения контрольно-пропускных пунктов, заняв лидирующие позиции среди стран Центральной Азии. Здание Академии МВД имени Эргеши Алиева обновлено, отремонтирован фасад и некоторые аудитории образовательного учреждения. В честь столетия кыргызской милиции на площади Лату в Бишкеке были выставлены раритетные автомобили правоохранителей. Глава Кабмина Клубик Джапаров ознакомился с ходом строительства ряда объектов в селе Урок близ Бишкека. В частности, он ознакомился с проектом строительства развлекательного парка с аквапарком. Общая территория парка состоит 10 гектаров. Необходимо отметить, что рядом с развлекательным парком идет строительство комплекса многоэтажных жилых домов со стороны государственной ипотечной компании. Предусматривается также строительство общеобразовательного учреждения и детского сада. Кроме того, рядом с парком идет строительство футбольного стадиона. Председатель Кабмина проинспектировал футбол строительства спортивного объекта. Современный стадион, новый красивый парк, развлечения и другая инфраструктура украсят облик столицы, формируя новый образ и дух города, сказал Аклубик Джапаров. По итогам осмотра объектов профильным государственным органам дан ряд поручений. Состоялся официальный визит председателя мажорица парламента Казахстана Ирлана Кошанова в Кыргызстан. В первую половину дня парламентарий посетил историко-мемориальный комплекс Атабейт, возложил цветы к памятнику Иркюн, а также встретился с семьей Чингаза Икматова и побывал в доме музея писателя. С подробностями Надежда Усова. Визит председателя мажорица парламента Казахстана Ирлана Кошанова в Кыргызстан носит официальный характер. И начался освещение национального историко-мемориального комплекса Атабейт, где возложил венок к мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года, а также почтил память писателя Чингаза Икматова и возложил цветы к его могиле. Далее парламентарий посетил дом-музей выдающегося писателя Чингаза Икматова, которого помнят и почитают и в Казахстане. Почетных гостей встретил сын писателя Эльдар Айтматов и провел краткую экскурсию по музею. Показал и рукописи, личные вещи Айтматова, фотографии, полученные им награды и подарки, в том числе и в Казахстане. В свою очередь, Ирлан Кошанов оставил запись в книге пожеланий дома-музея. Укрепление парламентского сотрудничества важно для двух стран. Об этом уже говорилось на встрече спикера Джогур Кукинеша Нурлана Шакиева с коллегой Ирланом Кошановым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, отметив, что у двух стран сейчас нет никаких противоречий. Все спорные вопросы решаются в оперативном порядке в рамках диалога, дружбы и добрососедских отношений. Мы – братский народ, имеющий глубокие исторические связи, схожий язык, религию, традиции и обычаи, живущие как соседи с незапамятных времен. Поэтому я твёрдо верю, что сегодняшняя встреча поднимет многолетнее сотрудничество между двумя странами на новый уровень и будет способствовать развитию межпарламентских отношений. Мы заинтересованы расширением связей с братским казахским народом и дальнейшем развитии партнёрства. Я заметил много хороших изменений и обновлений в стране с первого моего приезда в Бишкек. Кыргызстан сегодня является одной из основных стран-партнёров для Казахстана. Мы всегда должны поддерживать договорённости, достигнутые лидерами наших стран, и активно наращивать отношения. Нам необходимо развивать имеющиеся коммуникации и расширять сотрудничество на уровне отраслевых комитетов в парламенте. Подобный опыт поможет решить некоторые межгосударственные вопросы. Указом президента Казахстана спикер Джогурку Кенеша Нурланбек Шакиев награждён орденом «Достук второй степени» и вице-спикер Нурбек Садыгалеев почётной грамотой. Надежда Усова, Азамат Кадыртуктоев, Аллато, 24. В 2023 году Кыргызстан продемонстрировал лучшие результаты по времени прохождения контрольно-пропускных пунктов, заняв лидирующие позиции среди стран Центральной Азии. Об этом было сказано на международной выставке логистики и транспорта. Этот показатель стал возможен благодаря активной модернизации транспортной инфраструктуры страны и внедрению новейших технологий, что позволило существенно сократить время ожидания на границе. Среднее время ожидания для грузов с ограниченным сроком хранения на Крыгской КПП составляет всего 10 минут, что значительно ниже, чем в других странах региона. Эти результаты позволяют Кыргызстану более эффективно обслуживать транзитные потоки, стимулируя экспорт и развивая логистический потенциал страны. Молочные продукции и скоропортищие продукции без очереди ребята пропускают, потому что она же скоропортищая. А то, что не скоропортищие, все по очереди едут. Исследование также показало результаты других стран Центральной Азии. Например, в Казахстане время прохождения КПП для товаров с ограниченным сроком хранения составляет 1 час 50 минут. А для остальных – около двух дней. В Узбекистане продукты с коротким сроком хранения проходят за 1 час 10 минут, а прочие – около двух часов. А в Крыгстане для не скоропортищего товара время ожидания составило 20 минут, что также является рекордным показателем. На сегодняшний день грузы и товары через пропускной пункт проезжают беспрепятственно. Если прибывают грузы со скоропортищим товаром, они проходят в первую очередь, вне очереди, согласно постановлению Кабинета Министра Крыгызской Республики. У нас увеличивается очередь из скоропортищего товара. Это в летнее время, когда светутся ягоды, фрукты, овощи на территории. А на сегодняшний день из скоропортищего товара у нас проходит только молочная продукция. И когда они прибывают, мы стараемся пропускать в ускоренном процессе, беспрепятственно и без очереди. В последние годы в стране активно строятся новые пункты пропуска, укрепляется материально-техническая база и внедряются международные стандарты для повышения качества работ. Современные оборудования, автоматизированные системы и улучшение условий на КПП позволяют сократить время ожидания и создать более комфортные условия для перевозчиков. Здание Академии МВД имени Эргеша Алиева обновлено. Отремонтирован фасад и некоторые аудитории образовательного учреждения. Стоит отметить, что в Академии на сегодняшний день получают образование около тысячи будущих работников органов внутренних дел. Подробности далее. Участники торжественного открытия обновленного здания Академии министр внутренних дел Улан Язбеков, ветераны МВД и сотрудники образовательного учреждения возложили цветы памятнику первому генерал-майору Кыргызской милиции Эргеша Алиеву, установленному перед учебным заведением. Ремонт Академии МВД проводили в течение полугода. Полностью обновлен фасад здания. Также на территории образовательного учреждения установили несколько лейд-экранов. По словам ветеранов МВД, создание условий для студентов – требование времени. Я стоял у истоков становления Академии МВД. Конечно, тогда нам было сложно основать учебное заведение, так как не хватало преподавателей. Тогда мы обращались в Москву. Сейчас же радует, что и педагогов достаточно и молодёжи, которая хочет получить образование и служить народу. На сегодняшний день в Академии МВД получают образование около тысячи курсантов. 30% из них – девушки. «Очень радует, что Академия растёт и развивается. В здании создаёт условия для курсантов. Благодаря этому можно дать будущим сотрудникам качественное образование. Также отрадно, что из года в год увеличивается количество желающих обучаться в Академии МВД». Ежегодно Академия выпускает примерно 100 работников органов внутренних дел. Стоит отметить, что в этом году в ВУЗ поступили около 120 курсантов. В честь столетия кыргызской милиции на площади Алатов в Бишкеке были выставлены раритетные автомобили правоохранителей. Были продемонстрированы легендарные «Жигули», «Москвичи» и мотоциклы «Урал». На «Волге» марки «ГАЗ-21» проехался наш коллега-тихоокеанец Усен Кульбай. «Эта автомашина 1965 года проработала в органах внутренних дел более 15 лет. По словам сотрудников внутренних дел, эта машина зимой и летом никогда не подводила их при различных служебных работах». Аджибай Асамбеков – заслуженный ветеран Министерства внутренних дел. За долгие годы службы в органах в Таласской области он выполнял свои обязанности на «Москвиче», «Жигулях» и мотоцикле «Урал». По его словам, советская техника никогда не подводила милиционера. «Вся эта техника – 70-х, 80-х годов выпуска. Сейчас на мне форма сотрудника милиции МВД СССР. Работал в ГАИ, ездил на различных советских автомобилях. Они были надёжными и легко поддавались ремонту». На ретро-выставку, которая проходит в столице, ветераны и молодые сотрудники МВД пригнали легендарные советские автомобили и мотоциклы. «Проработал в органах внутренних дел, чисто календарных, 34 года. Вот на вот этом мотоцикле я «Урал». Я на нём нёс службу, отдел охраны начинал, я на нём ездил 4 года. Вот этот безотказный «Урал» мотоцикл очень был вынужден. Мы зимой и летом ездили на нём. Отличный мотоцикл, но он со своей времени, он уже немножко изжил себя. На службе в ГАИ я проездил на 011 патрульные автомашины. Вот такая вот автомашина «Жигули». «Отличные машины, раритетные. В советское время были только такие машины. Отличные машины». «А чем они понравились?» «Понравились. Окраска другая. Сирены, мигалки. Особенно номера». «Красивые, раритетные машины. Исторические». Мероприятие на центральной площади Аллату-Бишкека было посвящено столетию образования кыргызской милиции. И зрители наяву увидели, на какой технике в своё время выполняли службу сотрудники МВД республики. Усен Кульбаев, Нуркамиль Асанов, Аллату-24. На сегодняшний день в Високатинском районе используют агродроны и беспилотные летательные аппараты для опрыскивания, удобрения и обработки посевов от вредителей. Об этом сообщает прислужба Месельхоза. По данным ведомства, с помощью устройств можно обрабатывать до 500 гектаров земли, а стоимость обработки 1 гектара составляет в среднем 500 сомов в зависимости от рельефа местности. Беспилотные летательные аппараты, которые обеспечивают исключительное наземное обслуживание, выведут полеты лёгкой авиации на новый уровень. Преимущество использования дронов и малогабаритных самолётов в сельском хозяйстве заключается в том, что они облегчают бремя фермеров и экономят их затраты и время. Это поможет аграриям оптимизировать процессы обработки почвы и повысить урожайность, пояснил Бакат Турбаев. В ходе работы по обеспечению сельскохозяйственной отрасли современной техникой в Исокотинском районе была открыта новая МТС, которая состоит из ряда современных транспортных средств. Почти 18,5 тысяч семей заключили соцконтракт с государством. А это значит, что они начали собственное небольшое дело. Получая стабильную прибыль от предпринимательской деятельности, они отказались от изомесячных пособий. В этом году наиболее успешные проекты смогут получить беспроцентные кредиты для расширения своего бизнеса. Уже 34 кыргызстанца воспользовались этим механизмом. Уже третий год в стране успешно реализует проект «Социальный контракт». Малоимущим и малообеспеченным семьям государство предоставляет 100 тысяч сомов на открытие собственного дела. Соцконтракт прежде всего направлен на стимулирование семей преодолевать трудную жизненную ситуацию, мотивируя их к повышению уровня жизни. Основной целью социального контракта было как-то вывести инертных, простых получателей пособия по малообеспеченности из трудной жизненной ситуации. То есть дать им деньги, дать им возможность, чтобы они могли как-то сами стараться что-то делать и увеличивать свои доходы. Эта мера была как одной из активных мер социальной защиты. На сегодняшний день соцконтракт с государством заключили порядка 18,5 тысяч семей. В этом году из бюджета страны на поддержку семей выделено более 2 миллиардов сомов. Большая часть семей, а это 71%, потратила средства на реализацию проектов в сфере сельского хозяйства, причем в основном на животноводство. 16,4% – это проекты в сфере производства. И в основном это швейная промышленность. 6,4% составили проекты в сфере услуг. Это общепит, строительство и монтаж, кондитерское дело, салоны красоты и центры автодиагностики. Остальные 6,2% – это проекты в сфере торговли. Проект «Социальный контракт» по инициативе главы государства реализовывать начали в 2022-м. Пилотный проект стартовал в Кадамджайском и Джумгальском районах. И успешно. А в апреле прошлого года президент Садыр Джапаров непланово проинспектировал адресность предоставления такой поддержки и то, как используются выделенные государством средства. Навестил глава государства ряд семей в Чуйской области. А в этом году наиболее успешные проекты смогли получить беспроцентные кредиты для расширения своего бизнеса. Уже 34 кыргызстанца воспользовались этим механизмом, получив беспроцентный кредит до 200 тысяч сомов на три года. В Бишкеке проходит четвертый женский бизнес-форум. Основная цель мероприятия – формирование партнерства женщин-предпринимателей для усиления их экономического потенциала. В ходе форума внимание уделено вопросам возможностей и перспектив усилению компетенции в трендовых направлениях экономики. В мероприятии принимают участие представители России, Белоруссии, Китая, Кореи, Узбекистана, Турции, а также Собластье Республики. Сегодня присутствуют представители десяти стран. Они поделятся своими секс-историями, успешными историями. Ну и наша главная задача – это рассмотреть ход реализации государственной программы по развитию женского предпринимательства до 2026 года. Вторая проблема – это вопросы обмена, обучения, лизинга, вопросы кредитования, гарантования женского предпринимательства. Рост вороборота между Кыргызстаном и Турцией по итогам 2023 года превысил отметку в 600 миллионов долларов, что делает Турцию одним из основных торгово-экономических партнеров. В Кыргызстане успешно развиваются совместные кыргызско-турецкие предприятия, а рост товароборота в ближайшее время может достичь 1 миллиарда долларов. Подробнее в следующем материале. Щебень, извлекаемый приоритет от Лавана, теперь будет использоваться для формирования фундаментов многоэтажных домов. Объем инвестиций в строительство совместного кыргызско-турецкого предприятия по его переработке составил 2,5 миллиона долларов. Мы планируем запустить предприятие в работу с середины ноября. Сейчас идет установка оборудования. Какие-то его составляющие еще в дороге из Турции. Мы уже много лет работаем в Кыргызстане. Хочу сказать тем, кто хочет начать бизнес, работая здесь. Вам здесь нечего опасаться. Законы Кыргызстана надежно защищают предприниматели. Предусмотрен также целый ряд льгот. Это далеко не первый совместный проект кыргызских и турецких предпринимателей. Предприятие по производству бетонной смеси успешно работает уже 12 лет. Здесь было трудоустроено около 100 человек. Наши партнеры строили университет Манаса. Также предприятие было создано около 70 рабочих мест. Мы исправно платим налоги. Мы очень стараемся стать мостом между бизнесом Турции и Кыргызстана. Конечно, есть еще много возможностей для улучшения нашего взаимодействия. На самом деле никаких особенных или трудных требований и сложностей здесь нет. Все проекты реализуются очень успешно. Необходимо отметить, что наиболее крупнейшие иностранные инвестиции в экономику Кыргызстана в 2022 году поступили из Турции. Общий их объем превысил 341 миллион долларов. Турция входит в пятерку крупнейших торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Объем по итогам 2023 года составил 606 миллионов долларов, что делает Турцию одним из основных торгово-экономических партнеров Кыргызстана. По поручению глав Межведовственной комиссии Кыргызстана и Турции намечено увеличение объема товарооборота между странами до 1 миллиарда долларов США. Для чего, по словам Анны Гельдеева, есть все необходимые условия. Блот из Сайфа Мармалашев, Аллато 24. Отремонтирован участок дороги Ошбаткен-Розаков. Согласно данным специалистов, в несколько раз увеличена ширина трассы, а вдоль дорожного полотна уложен тротуар и установлена система ирригации. Торжественное открытие участка трассы состоялось с участием заместителя председателя Кабинета министров, главы ГКМБ Камчебека Ташиева. В Нокатском районе Ошской области состоялась церемония открытия участка автодороги при участии заместителя председателя Кабинета министров, главы ГКМБ Камчебека Ташиева, министра транспорта и коммуникации Апсатара Саргабаева, полномочного представителя президента Ошской области Ильчебека Джантаева и руководителей Кусорганов и местных жителей. На торжественной церемонии открытия заместитель председателя Кабинета министров, глава ГКМБ Камчебека Ташиева, зачитал поздравительную речь главы государства. Он отметил, что представители исполнительной власти должны выполнять обещания, данные перед народом. Если пообещали народу решить какой-нибудь вопрос социального значения, то выполняйте. На сегодняшний день, придерживаясь этого принципа в Таласской, Нарынской и Скульской областях, представители исполнительной власти решают проблемы, облегчая жизнь местным жителям. К сожалению, у нас есть некоторые главы Лёкмуту, которые хотели нажить себе состояние за счёт коррупции. На сегодняшний день нет пути противозаконным действиям. Также глава комитета нацбезопасности отметил, что благодаря плодотворной работе с коррупцией удалось возвести ряд социальных объектов. Реализуются проекты, направленные на обеспечение жильём граждан. В рамках государственной ипотеки в разных областях страны возводится ряд домов, чтобы обеспечить жильём наших граждан. По поручению главы государства, на сегодняшний день по стране возводится 40 тысяч домов. В общей сложности отремонтировано 19,5 километров отрезка дороги Ошбаткен-Разака. В рамках международных стандартов дорога расширена в три раза. Трасса четырёхполосная. Вдоль дороги уложен тротуар и установлена система ирригации. Говорят же, что артерии государства – это дороги. Очень радует, что наша страна начала уделять должное внимание ремонту трасс. Сколько было президентов у нас в стране, но ощутимый результат мы ощутили последние три года. Сколько школ, детских садов возвели. И вот так ремонтируют дороги. Видим, что подобные работы осуществляют по всей стране. Это очень радует. Наряду с проведёнными работами по устройству асфальтобетонного покрытия автодороги Ошбаткен-Разаков также завершено строительство и введено в эксплуатацию два моста на 63-м километре Абширсай и 43-м километре Чилисай. А на мосту, расположенном на 29-м километре автодороги международного значения Кыркол-Сай, работы выполнены на 80%. На сегодняшний день остались незначительные работы. Это установка регационной системы тротуар, завершим полностью в ближайшие дни. Планируется, что в предстоящем году ремонт дороги Ошбаткен-Разака будет полностью завершён. Таким образом, появится высококачественная трасса, соединяющая Ошскую и Баткенскую области. Открытие персональной выставки заслуженного деятеля культуры Кыргызстана Джиргала Матураимова состоялось в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапаратиева. Художник представил широкой публике более 20 картин. Стоит отметить, что Джиргал Матураимов проводил персональные выставки не только в Кыргызстане, но и за границей. Во Франции, России, Китае, Турции, Иране и Казахстане. Сейчас живописец преподает в художественном училище имени Семёна Чуйкова. Планировалось больше, но здесь 22 картины. В принципе, это не имеет значения. Она может быть 10, может быть 7 картин. Здесь вот 2 или 3 картины есть, которые я повторил. Вариант. Хочется продать. Хорошие руки, чтобы попали. Радовался человек, который купил. И это были наиболее заметные события уходящего дня. Все материалы моих коллег размещены на страницах НТРК и Аллату24 в Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь и будьте в курсе событий в стране и мире. А я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин